Видите, здесь целый большой, несколько вот этих больших плит с именами. Это погибшие в госпиталях. Вот они начинаются. И длинный ряд погибших в госпиталях. И это тоже тысячи имен. Понимаете, удивительное дело, что это все-таки сделано. И это очень хорошо и очень правильно. Но, значит, как стыдно, что не сделано то, что касается вот тех людей, погибших, которым посвящена наша сегодняшняя встреча. Мы с вами пропустили сейчас могилу номер два, так называемую, 42-го, 44-го годов. Значит, там ничего просто нет. И нам постыдно мало знаем о репрессиях военных лет. Но даже то, что мы знаем, конечно, это все-таки там многие сотни имен. И известно, что крематорий работал в эти годы. И все такое. И расстрелянных действительно московскими военными трибуналами. Они сжигали в московском крематории. Там ли они, не там ли они, не знаю. Это какое-то такое странное место. А вот это третье место, это единственное, что мы можем сделать. Потому что, конечно, это просто уже сделал мемориал, когда-то Сахаровский центр. Видите, мы просто сделали такую вот штуку. И просто, значит, здесь перечислили имена известных нам, тех, которые расстреляны, тех, которые в московском. Вот здесь где-то должны, фрах, который должен где-то здесь лежать. Это мы меняем, просто в этом году еще не поменяли. Каждый год надо менять, иначе портится все это как-то. Но мы поменяем, конечно, и вставим заново, и так далее, и так далее. Все почистим. Но вот это единственное там, где это все поименно, увековечено. Тут разных лет эти таблички. Сначала была общая могила ненасребованных прахов. Вы видите, да, дату? 45-й, 89-й. Это потому, что в 89-м их, условно, мы достали. И вот они вам сказали, вот здесь. А вот 45-го года здесь. И ткнули в это место. Тут же, значит, они изготовили почему-то вот это. 53-й год испугались писать. Видите, 45-52. Здесь уже была, так, ну я умоляю вас, это все, это все в течение нескольких лет, они, вот, как бы, самоопределялся народ по терминологии. Это все, ну вот для культурологов это сказка. То есть, по-моему, до конца учились в памяти жертв политических репрессий 45-53. И все началось с очень простой вещью. С того, что, значит, Собчаку рассказали, что здесь Ленинградское дело. И надо сказать, что он проявил, по-моему, он или его там люди, я уж не помню, как это все было. В общем, они проявили некоторую жадность, потому что, в общем, ну довольно, как это, это сейчас уже подправлено. Вот. Потом уже добавились все-таки вот эти самые две с именами. Потом, посмотрите, это очень интересно. Это уже устанавливало Министерство обороны. Это уже под некоторым нашим воздействием, там какие-то письма написали и так далее. Очень характерный список здесь выстроил Министерство обороны. Список ведь какой может быть? Он может быть алфавитный, правда? Ну как ты будешь жертв, так называю, расстрел? Нет, Министерство обороны только по званиям. Министерство обороны, значит, исключительно они ведут от маршала до красноармейца. До красноармейца. У нас два года, то есть два года, три года не было смертной казни. С 47 по 50, по начало 50, по весну 50 года, значит, здесь жертв расстрелов нет. Но сюда же приспособились иностранцы своих умерших в тюрьмах. Видите, вот это, конечно, очень важно. Нет, мы видим, конечно же, вот процесс 16, который был над польской верхушкой армии Краевой, которая была обманным путем арестована в Польше и судима здесь показательным судом в июне 45-го года. Вот Леопольд Акулицкий, самый главный обвиняемый, он умер в тюрьме в Бутырской. И, естественно, и умершие в тюрьмах тоже поступали на сожжение в крематорию. Так что здесь вполне по праву и его памятный знак. Но, когда в 50-м году снова начались расстрелы, то очень много иностранцев было расстреляно. То есть большая часть из расстрелов. Да, вот, во-первых, конечно же, ленинградское дело, но, по крайней мере, одних немцев, граждан ГДР и граждан ФРГ, арестованных в советской оккупационной зоне Германии, или даже частично похищенных из западной зоны, таких как, например, как же его, уже вылетела, линза, который был независимым юристом и основателем общества, которое занималось борьбой с бесчеловечностью и независимый комитет юристов, который занимался правами человека в восточной зоне оккупации. Так вот, он был похищен МГБ, приговорен к расстрелу и казнен здесь, в Москве. Порядка 1200 немецких граждан, таким образом, были казнены здесь, в Москве. И здесь есть как раз книга, которая была подготовлена по материалам архивов, где есть все эти имена. Памятные книги вот этих убитых немцев. Австрийцы. Называется «Эршоссен ин Москва». Да, «Эршоссен ин Москва». И книга при активнейшем участии мемориала издавалась. Вот Арсений Борисович, один из руководителей этого проекта. А точно так же есть и австрийцы, которые также из Австрии. В Австрии приговаривались к расстрелу, но на расстрел вывозились в Москву, как и немцы. Их 92 человека, по нашим данным. Ну и, конечно, Еврейский антифашистский комитет, самая тоже известная история. Расстрел 52-го года. Как будто бы часть звезды выпилена отсюда. Архитектурное решение. А это стало такое вполне место, куда вроде как нет больше места, но еще на самом деле есть. Если, значит, что-нибудь придумали. Нет, нет. Если, значит, будет уековечная память и остальных жертв, конечно, есть возможность поставить даже именные подробные списки. Но с немцами решили, на самом деле, мне кажется, самым цивилизованным путем, вот там при входе сюда, как раз вот это вот в пластик забранные списки, поименные всех подряд. Я не знаю, есть ли там валовые нумерации, но мы сейчас посмотрим. Нет валовой нумерации? Нет валовой нумерации. В 2003-м, в 2003-м примерно году это появилось, мне кажется. Что-то это формировалось прямо вот с конца 80-х, эта площадка. Потихонечку как-то она такая, так сама собой начала оформляться. Оформилась, по-моему, действительно. Вот с момента, мне кажется, когда вот эти ленинградские, при этом, любопытно, они же имена выбили этих ленинградцев, а эти, которые тоже по ленинградскому делу слева, видите, в политехнической, которые, на самом деле, просто уехали, их нет. Они тоже, их как-то позабыли, поэтому потом отдельно. Всегда тоже все переплетается. Вот здесь, среди ленинградцев, мы видим фамилию Кубаткина, начальника управления МГБ по Ленинградской области, который был тоже в числе приговоренных по ленинградскому делу расстрелян. Но мы-то знаем про Кубаткина и другое. Мы-то знаем, что он один из тех, кто был причастен к убийству Сокольникова и Радека в 1939 году. Убивал непосредственно. Убийец просто. Да. И выдвинулся. Его прислали специально в тюрьму, потому что он организовал камерное убийство Сокольникова. Знал ли он тогда, как не пройдет, между прочим, да, и 10 лет, что он будет арестован, обвинен еще серьезнее даже, чем те же Радека Сокольников и расстрелян. А потом окажется, да. А потом окажется, да, здесь, там же, где Радека. Здесь, кстати, тоже важно напомнить, что если мы говорим о том, что здесь место невостребованных прахов, относящихся и 1953 году, то, значит, группа Берии, Меркулов, сам Берия, они тоже здесь. Здесь, другое дело, что 6 человек по делу Берии были расстреляны в Бутырской тюрьме, а сам Берия был расстрелян в бункере, где содержался, и несколько раньше. И на них, на тех есть акт о кремации, об отправке на кремацию, а на Берию нет. Это дает возможность некоторым спекулировать и говорить, вот видите, еще неизвестно, как убили Берию, может, его убили раньше, может, его вообще не убили. На самом деле, просто Берию-то убил Батицкий, не штатный палач, а прославленный военачальник, которому и в голову не приходилось, что нужен там акт на кремацию, врача. Завернули, говорят, в камеру, все, и отправили сюда. Слушай, ну, первая-то вот эта штука, общая могила невостребованных прахов, тогда нам поставили 4589. И если это 4589, значит, и Пеньковский, не только Берия, но и Пеньковский, и, извините меня, генерал Поляков. Да, нет, ну здесь же, конечно, и те, кто не реабилитированы, но те, кто обвинен был в шпионаже, может быть, даже и настоящие, значит, сотрудничавшие. Не-не-не, не могут быть, слушай. Ну, Поляков. Сейчас тебе объясню. А, был уже новый крематорий. Крематорий-то в 1972 году все перестал функционировать. Они после 1972 года сжигали уже в этом самом... Но Пеньковский-то здесь. Никола Архангельском. Пеньковский-то здесь. Пеньковский-то здесь. Это мы можем точно говорить. Ну, это красивая такая парада. Ну, вот что меня смущает. Меня смущает, что здесь у них везде с 45-го года. Там до 42-го года. А если 42-44, там же есть третья еще одна. Третья есть. Которая какая-то такая полузапущенная совсем уже. А это, кстати, странно. А там никто не знает. Имена они известны. Ну, имена нам-то известны. Потомков нет. Ну, а что нам делать? Хорошо. Ну, дело в том, что, как я говорил, на моей памяти, что еще и была и там могила невостреланных правдов. Так, идемте к Михояцу. Продолжение следует... Продолжение следует...